Всем привет! С вами Дубнинская 50Б, техцентр ВМЗАП. Снова вам сейчас немножко покажем о нахождении автомобиля в нашем техцентре. Начнем с этого автомобиля. Это, собственно, такая тема. Каждое лето начинается с одного и того же, только жаркая погода. Вот такие вот экземпляры приезжают. То есть, в частности, это 2,4 бензин, G4KE. Двигатель уже сняли, отдефектовали, заклинил. Кладыш один, по-моему, на третьем шатуне. Масляное голодание. Проблема с блоком балансиров. Все. Известная проблема. Занимаемся, ремонтируем. В процессе ремонта. На данный момент пока ожидаем запчасти. Какие-то запчасти клиент сам привезет. Какие-то наши будут. Ну, клиент еще ремонтировали, не знаю. Аналоги GMP. Нет, аналоги GMP крайне. Не желает ставить, предлагали. Хочет восстановить, чтобы было долго и надежно. Капремонт D4CB. Долго стоит клиент ищет двигатель. Там какие-то проблемы с ремонтом, финансовые вопросы, не знаю. В общем, все долго затянулось. Уже второй месяц у нас стоит. Ждем двигатель от клиента. Видите, как может затягиваться. Это у нас корейский Mercedes E-класс. Ну, в частности, это Kia Aperus 3.8 G6DA двигатель. Здесь у нас проблемы пропуски зажигания. Установлено было газобаллонное оборудование. Уже все демонтировано. Отключено. Соответственно, видите, такие вот методом заглушки сделаны. Чтобы подсоса воздуха не было. Здесь стояли топливные форсунки, топливные, газовые. Были пропуски по передней ГБЦ. Заменили четыре катушки, свечки. Все равно какие-то фантомные пропуски остались. Периодически возникают. Разбираемся, в общем. Также здесь очень громко шумит цепь. Сейчас, если в принципе он собран. Сейчас мы вам запустим. Вы просто послушайте, как быть не должно. Ну, да просто будет крайне страшно ужасно. Вот так бывает шумит цепь. Теперь вы знаете, как это на V6 моторах. Карнивал. Ожидает Михаила с отпуска. Запчасти приехали. Осталось собрать, отдать. Это у нас D4HE 2.2 дизель. Роботизированная коробка. Новое мокрое. Мокрым сцеплением пропадают нечетные передачи. То есть первая, третья, пятая. А пробег какой не помнишь? Пробег не помню. Не помню. Но если прям очень нужно, то можно будет посмотреть. 25 тысяч 835 километров. То есть нагревается и перестает ехать. Тупо стоит на месте. Моргает. Драйв. Да, в общем-то и все. Здесь тоже в процессе согласования. Старый добрый автомобиль. Вы его уже видели. На который упало дерево. И также оборвалась цепь. Видео даже есть, по-моему, уже с данным автомобилем. Он не собран, не готов. А, это к которому и цепь... Пока, да, снимали с Дмитрием, да, там рассказывал. Готов ТО, ремонт ходовой части. Тоже готов. Ожидает выдачи ТО плановое. Редкий гость Крита. Этот на ТО записано. Вот его собрат. Одного цвета. Здесь ситуация похожа. Тут 2 литра. Но тут капремон двигателя. Задиры, стук. И надо. В общем-то он уже в процессе сборки. На заднем дворе у нас стоит АХ-35. Тоже в процессе согласования. Там дырка в блоке, в плите поддона. Требуется дефектовка двигателя. Ждем от клиента решения. Снимаем, разбираем, либо не разбираем. В общем, лето сезон отпусков. Решения принимаются крайне неохотно, медленно. Точно никто не планировал летом вместо отпуска чинить автомобили. Вот это старый добрый автомобиль. Это БЛ. Одна БЛ и вторая рядом. Одна помоложе, другая постарше. Вот этот у нас 145 сил. Д4 ЦБ. Проблема с долгим запуском. В общем, ремонтируем, диагностируем. Он также тут был в небольшой передряге. Какой-то там рядом с ним дрон упал. Со слов владельца. Видишь, если спирит. Помят маленько. Маленько помят, да. Чуть он там загорелся. И чуть-чуть мост сдвинулся вправо, если относительно рамы смотреть. Но выжил, доехал. Александр наш диагност. Ну, видимо, да. Лобовое также. Здесь долгий запуск. Здесь 170. 174 Д4 ЦБ тоже долгий запуск. Александр уже разобрался. Здесь требуется замена двух форсунок. Подогрева топливного фильтра. В процессе ремонта. А вот этот... Вот это... А это что за пушка? А это вообще старая добрая. Автомобили. Там мой бывший автомобиль. Это Audi. Личные автомобили. Тоже периодически нужно ремонтировать. Сейчас сотрудник на нем ездит. Я ему продал ее. Да, крайне интересный автомобиль. Здесь впуск-выпуск. Выхлот. 3,5 дюйма. 76 миллиметров труба. На данный момент работу по замене сальника коленвала заднего коробка снят. Демпферный маховик двумассовый стоит. Также будет заменен. Да это вообще, собственно, лучшие автомобили. Лучшее, что придумало человечество. Кватро. Полный привод. 407 сил. Stage 3. Тут кулер. Просто посмотри, каких размеров кулер. А, ну да. А, ты менял, да? Я менял, да. Он широкий. Он широкий, огромный. Примерный. Надо еще... Вот коробка. Коробка, кстати. Вот и метанол. Да, слово 140 килограмм весят. Вот это 140 кг даст. Но это с раздатки же вместо. Ну да, оно в сборе. С торсоном совсем. Вот маховик новый двумасс. Вот так он выглядит. Слушай, прикольно. Прикольно. 500 тысяч рублей в железках выглядит вот так. 50 тысяч? 50-1. Это не оригинальный? Ну, люковский. В принципе, то же самое, что и Рига. Немцы, конечно, жгут. Немцы жгут. Ну, раз на 400 силах я проехал 120 тысяч километров пробега. Вообще все живет, все ездит. Продал и вообще. Тачка дарит вообще. Максимальное удовольствие. Просто хочется кататься и кататься. Здесь у нас автомобиль Grand Star X 2015 год евро пятый. Проездом с Краснодара ехал в Санкт-Петербург. Вот почти, чуть более, чем на половине пути появилась эмульсия в системе охлаждения. Все уже диагностировали проблему в теплообменнике. Снимаем, добираемся. Олег занимается. Дефектуем. Вот, смотри, какой матовый. Когда ты видел классик матового цвета в пленке? Пушка ведь? Здесь ремонт ходовой, шаровые тяги, наконечники, сайленблоки. Ожидает сход развала. Сейчас освободится проезд, поедем на сход развал. В принципе, ты готов. Это не реклама, да? Это не реклама, да. Так просто. Ну, качество пленки так себе, конечно. Это антиреклама получается. Где клеить не стоит. А может быть, то ли, да. Здесь у нас замена радиатора отопителя салона. Александр занимается. В принципе, летом это тоже периодически приходится делать. Не по той причине, что холодно в салоне. Просто течет антифриз в ноги горячий. Невозможно ездить. Радиатор уже принесли нам. Отдел запчастей. Вот так он выглядит. Это HCC. В принципе, хороший аналог. Можно сказать оригинал. Далее, далее, далее. Портер это редкий гость. Но он с этот клиент с нами практически с самого-самого-самого начала. Он обслуживает только... У нас только у механика Юрия. Мы с ним знакомы. Свои портера он 4 или 5 портеров. И все исключительно к нему. Хоть там за год запись будет. Только к нему. Здесь к Дмитрию прибыл. Исключительно к нему клиент хотел. По записи автомобиль. Дмитрий здесь уже много работ выполнил. Осталось. Дмитрий нам сам расскажет, что он здесь. Да, давай. Дмитрий, здравствуйте. Чем вы заняты сегодня? По ходовочке. Техообслуживание ходовой части? Да. Ну как тут? Не сильно запущено? Ну так, болтики сейчас пойдемте. Получится достать. Под закисло уже все, да? Пробег какой сюда не лазит? А я тебе сейчас скажу. Все записано. Пробег 158 тысяч километров. Ну как раз где-то на 150 тысяч первые симптомы проявляются. Неисправность по ходовой, да? Уже башку сделали. А уже мотор делали? Евро пять и так быстро он от этогоался. Прокладочку поменяли. Немножко газило. Ну а так в принципе, да? Ну немножко по ходовке надо. Позаниматься. Ничего, потом будет как мало. Набор жентльмена. Ну да. Спасибо, Дмитрий. Да, пожалуйста. Здесь у нас вот такой автомобиль. Красивый, да? Цвет. Красиво выглядит. Аккуратный. Вообще полная комплектация. Здесь мы делали переделку с насоса 2,4 на двухлитровый. Помнишь? 13-й, 14-й. 14-й. 14-й, 15-й. Красивая, да? Тонировка на фарах. Чуть-чуть притонированный. Красиво выглядит. Цвет кузера, да. Типа, как он там, фотохром, пленка. Здесь видишь, как блики. Да, круто вообще. Красиво. А так же. Решетка антихром. Пушка. Здесь у нас проблема в следующем. После переделки с 2,4 насоса на двухлитровый у нас периодически загорается ошибка уровня масла недостаточного. Разбираемся. Поставили датчик уровня новый, но все так же. Хватает на 100 километров и загорается ошибка. Сейчас в процессе выявили такой момент, что поддон также был установлен чуть более большего объема. И щуп бывает желтый, это меньше объем на двухлитровом двигателе масла, а бывает красный. Красный там буквально на 700 грамм больше. Сейчас поставим другой щуп, замеряем уровень, посмотрим, сколько войдет еще. И отправим также на тест-драйв. Если не будет загораться, соответственно, проблема будет решена. Да, в общем-то и все. Что вам еще рассказать? Вот. Спасибо. Спасибо, заезжайте.